В Тверской области появился первый инновационно-промышленный парк. Статус был присвоен территории комплекса Боровлёва-3 в Калининском районе на заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхней Волжья, которое провел губернатор Игорь Руденя 15 апреля. Главная новость прошедшего заседания инвестсовета, то что всем известной промзоне Боровлёва-3 присвоен статус инновационно-промышленного парка, первого в Тверской области. На площади в 82 гектара свои производства смогут разместить 19 новых компаний, которые создадут порядка 2700 рабочих мест. Ожидается, что объём инвестиционных вложений составит порядка 10 миллиардов рублей. Резиденты смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых освобождение от налогов на землю, на имущество. Кроме того, будет снижен налог на прибыль. Это будет современный технопарк с хорошими условиями для работы высокотехнологических и современных предприятий. Для резидентов предусмотрен льготный налоговый режим и наличие готовой инфраструктуры, которая, как я уже сказал, будет создана за счёт средств Тверской области. Это, прежде всего, вода, электро- и газоснабжение, строительство подъездных путей, внутренних дорог. Также на совещании принято решение о включении двух инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Их реализация предполагает привлечение более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, а также создание более 240 рабочих мест для жителей Верхней Волжи. Ещё одним приоритетным проектом стало создание крупного логистического комплекса компании «Альфа», который поставляет запчасти для автомобилей «Лада» во все регионы страны и за рубеж. В настоящий момент торговая компания «Альфа» полностью перевезла свой бизнес в Калининском районе на новый вновь построенный логистический комплекс, площадь 25 тысяч квадратных метров. В настоящий момент на логистическом комплексе уже работает более 250 человек, а количество хранимых и перерабатываемых артиклов на логистическом комплексе превышает 19 300 единиц. Компания уже планирует реализовать вторую очередь инвестпроекта. Создание там же в Калининском районе ещё одного логистического комплекса на площади 25 тысяч квадратных метров. Представители компании «Альфа» и «АО «Лада Имидж» поблагодарили губернатора и правительства Тверской области за своевременное и оперативное обеспечение площадки инфраструктуры, отметив, что этот проект позволяет подтягивать Верхней Волжи и новых инвесторов. В рамках развития наших логистических мощностей пригласили для участия в этом проекте нашего стратегического партнёра «Рено», и они уже находятся на этой локации. Закончили переговоры с «Роснефтью» и «Шеллом». Они также размещают свою продукцию на Тверском складе. Ещё одним приоритетным проектом названо строительство завода по производству современных декоративных и строительных материалов «Пластикстроймаркет». Компания большое внимание уделяет подготовке молодых кадров. На территории производства создан учебный центр, где проводится переподготовка специалистов, обучаются школьники и студенты. Игорь Руденя призвал региональной компании присоединиться к работе с начинающими специалистами для дальнейшего их трудоустройства на производствах Тверской области. Продолжение следует...